Уйдем, задемыш! Ася, давай действуй! Работаем, батя! О, Бела! Шо ты, голова? Да какая-то голова! Непридорожки! Да на-то тебе! А чё это? Смотри, стой, да? Обои! Шановный... Мой нэм из Мэтт Каррикер. Я хочу F6M 148 джевелин. Джевелин Аджелин, что ли? Да нет, та Анжелина. Ты золый? Я золый, блин! Дед! О! Мне нужно достать кое-что. Значит, смотрите. Против Бэхи у нас есть чехословатский РПГ-75. Я ни разу не стрелял. Кто готов стрельнуть? Я! Головка от Патефона. М-72 ЛАВ есть, американская хрень. Кто готов? Я! Да подожди ты. Алло! Алло, сын. Привет. Ну, наконец-то. Парни, добудьте мне этот дождей! Отрак. Отрак. Парни, Бэх обрежала. Буду дай помощь команданта. Где он? Ужасная голова! Время! Отрак. Время! Бэх обрежала. Дай помощь команданта. Где он? Ужасная голова! С момента начала боевых действий я очень хотел заснять эту штуку. А вы, в свою очередь, могли в нашем телеграм-канале видеть различные ролики с тубусами, которые, конечно, правильно именовать ракеты в ТПК, системы охлаждения батареи. Ну и, как вы понимаете, это лишь половина комплекса. Кстати, кто не подписан на наш телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Ссылочка вот она. Вторая, куда более редкая половина, никак не объявлялась. Я буквально нигде не мог ее найти, и почти два года я, в общем, тратил свое время. Однако вот мой долгожданный силю М98-2, или же командно-пусковой блок, без которого стрельба из джавелина невозможна. Так что, господа, встречайте. Сегодня у нас Fiji M148 «Джавелин». Комичность сегодняшнего ролика заключается в том, что, например, у Чехии всего три таких командно-пусковых блока. И я не только первый русский блогер, который стреляет, я, в принципе, первый блогер, который стреляет из джавелина. Потому что, боюсь, что вы не найдете ни одного американского блогера, который стрелял из джавелина. Ну, поехали, господа. Безумно долго можно рассказывать про историю создания, но здесь тянуть резину мне не придется. В 1983 году американская армия выдвинула требования по созданию системы AAWSN – Advanced Anti-Tank Weapon System Medium. То есть усовершенствованная средняя противотанковая система для замены М47 Dragon. Основные технические требования для ПТРК были такими. Безопасность стрелка на поле боя, мощность заряда должна быть достаточной для уничтожения новых российских танков. И да, вы не ослышались. Дальность стрельбы должна составлять не менее двух километров в любое время суток. Система должна запускаться тихо и без пламени. Также, чтобы стрелять можно было из зданий. И командно-пусковой модуль можно использовать для разведки. В 1985 году программа была одобрена для разработки. И разработкой для конкурса занялись четыре компании. Ford Aerospace, Hughes Aircraft, Texas Instruments и Martin Marietta. В 1989 году две последние компании объединили в совместное предприятие. И начали полномасштабную работу над системой, которая получила название FGM-148. В апреле 1991 года состоялся первый испытательный полет Javelin. А в марте 1993 года первый испытательный пуск из пусковой установки. В 1994 году было разрешено производство малыми партиями. А первые Javelin поступили на вооружение подразделений армии США в 1996 году. Итак, давайте сначала рассмотрим основные особенности этой штуковины. Чем же она так уникальна? Те из вас, которые играли в современные стрелялки, типа Battlefield, Call of Duty и так далее, знают, какой она имеет вид. Я думаю, что вы можете поменять это, вместо того, чтобы выиграть. Я думаю, что вы можете поменять. Javelin — это ракеты и система управления ракетой, если угодно. Ракета построена по нормальной аэродинамической схеме, то есть стабилизатор находится после крыла, как у большинства самолетов. Guided Missile Surface Attack FGM-148C. Тут, короче, можно, видимо, вычислить партию, когда было произведено и так далее. У меня ощущение, что они закончили свое, типа, свой срок жизни еще в 13-м году. Эта партия. Но неважно. Двухрежимный взрыватель. Контактный и радиовзрыватель. Последний обеспечивает большее поражающее действие, ведь кумулятивной струе необходимы расстояние для формирования. Тандемная кумулятивная часть калибра 127 мм, понятно, пробивает 800 мм брони за динамической защитой. Пока, кажется, ничего необычного, но вот эта вот штука в передней части нашего Джавелина фактически меняет правила игры. Это матричная инфракрасная головка самонаведения. Та самая штука, из-за которой Джавелин не требует никакого сопровождения оператора и стоит бешеных бабок. По сути, ракета в ТПК вот такая стоит около 170 тысяч долларов и около 200 тысяч долларов стоит сам командно-пусковой блок. Потому что, по сути, это именно головка самонаведения сопровождает цель. Наведение ракеты на цель осуществляется с помощью инфракрасной системы самонаведения ИК-ГСН. Она находится изнутри защищенного колпака из сульфида цинка, который пропускает инфракрасные лучи длиной до 12 микрометров. Эти лучи проходят через колпак линзы из сульфида цинка и Германии и попадают на зеркало из алюминия. Целый набор Менделеева. От него они отражаются на матрицу в фокусе, состоящую из 64 на 64 элемента. Эта матрица использует системой наведения ракеты для определения цели. Обычно на тепловизионных приборах стоит линза из Германии. Однако здесь пошли по немного нетрадиционному пути, если вы понимаете, о чем я. Инфракрасная оптика из Германии обладает более широким диапазоном, но пропускает меньше света. Это может затруднить определение цели с низким инфракрасным излучением для головки самонаведения. Высокая чувствительность головки также важна, так как становится не менее значимой, чем ширина диапазона инфракрасных волн. Долго держать ее открытое лучше не рекомендуется, потому что ее можно угробить нехрен делать. Это важно в связи с применением различных мер по защите корпуса, бронетехники, от тепла и снижению разницы температур брони и среды. Если в инфракрасном свете броня неотличима от фона, то вероятностью обнаружения головки самонаведения может упасть до 30%, что, вы знаете, хреновенько для вот этой штуки стоимостью в 170 тысяч долларов. Система самонаведения должна оставаться холодной, и для этого используется встроенный охладитель. Когда ракета находится в контейнере, охладитель работает на сжатом аргоне, который хранится во внешнем источнике питания. Когда ракета запускается, охладитель переключается на баллон с газом, который находится внутри ракеты. Собственно, недостаточно просто всандалить ГСН на снаряд, необходим еще и алгоритм работы. Самые продвинутые алгоритмы основаны на использовании генетических алгоритмов для обучения и распознавания целей, но они требуют большего количества вычислительной мощности, которая не может обеспечить простой процессор ПТУР, работающий на частоте 3,2 МГц. Javelin использует более простой алгоритм, основанный на корреляционном анализе с использованием постоянно обновляемых шаблонов целей. Открываем фотоаппарат, и птичка вылетает. Сначала происходит получение эталонной фотографии цели. Перед запуском ракеты совершается съемка цели с увеличением и обрезкой кадра с командно-пускового устройства, то есть CLU. В процессе полета происходит съемка кадра с ГСН ПТУРа на матрицу 64 на 64 пикселя при скорости 180 кадров в секунду, где происходит обнаружение участков с крупными объектами в инфракрасном диапазоне. Эти участки обрезаются в виде регионов интереса. Region of Interest Roy. Происходит оценка дистанции и горизонта. Используя данные гироскопов, алгоритм приблизительно определяет дистанцию до цели и горизонт ракеты. Затем происходит преобразование Мелина, чтобы получить уменьшенный и правильно повернутый шаблон в том же масштабе, что и регионы интереса. Алгоритм прикладывает шаблон к изображению региона интереса попиксельно и построчно. Затем используется функция корреляционного анализа, чтобы выявить сходство с шаблоном. Всплески корреляции показывают соответствие. Алгоритм выбирает координаты наложения шаблона, где обнаружены максимальные корреляционные пики, рассматривая цель как точечный объект на дистанции 100-300 метров. Если же фото сильно отличается от шаблона, алгоритм запоминает новое изображение как новый набор корреляционных точек и повторяет процесс снова и снова. Этот подход позволяет системе Javelin автоматически обнаруживать, отслеживать цели, используя более доступные вычислительные ресурсы, несмотря на их ограниченность по сравнению с более сложными методами. Если не принимать никаких мер против захвата ГСН, шансы попасть по цели около 96%. Даже если это я стреляю. Чтобы противостоять математическому захвату цели, нужно уменьшить количество различных температурных зон на объекте. Это может снизить вероятность захвата цели до 30%. Это обычно делается с помощью стелс-технологий, такие как изоляция тепла и смешивание газов с холодным воздухом, а также с помощью инфракрасных ловушек. Javelin, напротив, использует более чувствительные технологии своей ГСН, чтобы способствовать захвату корреляционных точек на цели даже при низком тепловом контрасте. Благодаря всему этому Javelin первый настоящий тур третьего поколения. Выстрелил фактически и забыл. Комплекс способен этот поражать наиболее уязвимые участки танка с расстояния в 2500 метров и обходить даже самую совершенную броню, при этом позволяя солдатам вести прицельный огонь и оставаться в безопасности. А когда это все еще и весит всего лишь 22 килограмма, то это явно упрощает задачу по сравнению с нашими станковыми ПТУРами. Как это все происходит с точки зрения солдата? Для начала нужен способ обдружения и наведения на цель. Все начинается с тепловизионного прицела с четырехкратным и девятикратным увеличением, который работает как днем, так и ночью, позволяя солдатам обнаруживать вражеские танки на расстоянии даже в условиях плохой видимости. Вот эта линза является частью этого самого командно-пускового модуля CLU, который крепится к одноразовому ТПК с ракетой. Устройство съемное, что само по себе делает CLU полезной штукой. При помощи нее можно делать разведку, ведь в ней есть тепловизор. Солдаты часто использовали это устройство для патрулирования в Афганистане, поскольку они обеспечивали отличную обзорность. После подключения к пусковой установке мы переключаемся из OFF в ночной режим, и блок охлаждения CLU начинает охлаждать матрицу до требуемой температуры, что занимает около двух-трех минут. Показатели DAY, обеспечивающий возможность прицеливания, не может актировать ГСН. Как только прицел ночного видения должным образом охлаждается, у расчета полная боевая готовность. Прицеливание производим левой рукой, вот на этом джойстике, почти что как PlayStation. С помощью расположенных здесь опций можно выбрать ряд вариантов прицеливания, переключаясь между более широким четырехкратным прицелом Wide Field of View или более узким девятикратным прицелом Narrow Field of View. Также имеется переключатель фильтров, вот он здесь у нас находится, который применяет фильтр к объективу, чтобы затруднить обнаружение прицела противникам. Тут настройки, позволяющие просто настроить фокусировку, вот посерединке. Как только цель идентифицирована, пользователь может откинуть защитную крышку на ТПК и нажать и удерживать спусковой крючок. Вот он здесь у нас. Активируя последовательность поиска. Как только я нажму на левый крючок, начнется охлаждение головки самонаведения. Это также активирует спусковой крючок с правой стороны, вот здесь. Вот он. После этого пинать балду не получится, потому что система охлаждения живет всего лишь 4 минуты. Можно выбрать между двумя режимами стрельбы. Атака в лоб, собственно, и атака сверху. А вот это вы можете выбирать прицельные рамки. Атака сверху идеальна против крыши танков наименее защищенной части танка, но такой режим не всегда возможен. Цель может находиться под эстакадой, под мостом, да и все что угодно. Потому в таком случае бьем прямой наводкой. После фиксации изображение сохраняется в головку самонаведения, чтобы пользователь мог нажать на спусковой крючок. Отсюда все происходит чрезвычайно быстро. Пусковой движок срабатывает, выталкивая ракету из транспортно-пускового контейнера на 4,5 метра. Это называется мягкий пуск. Такое вы уже видели в NLAF и в наших некоторых птурах. Мягкий пуск сводит к минимуму отдачу и делает систему невероятно простой в использовании, позволяя запускать ее даже изнутри зданий, не опасаясь реактивной струи сзади оператора. Когда головка самонаведения покидает трубу, раскладываются два подпружиненных комплекта крыльев. Последний комплект из восьми крыльев обеспечивает подъем и стабилизацию головки самонаведения, в то время как задние четыре управляются компьютером для наведения на цель, а управление вектором тяги вокруг сопла ракетного двигателя обеспечивает дополнительное управление. На этом этапе работа оператора выполнена. Он может вернуться в укрытие или сменить позицию. В этот момент система самонаведения контролирует себя, изображение первоначально зафиксированное в электронике наведение, используя для наведения на цель. В зависимости от того, находится ли ракета в режиме атаки сверху или прямой атаки, профиль полета может существенно измениться. В режиме в атаке сверху ракета устремляется на 160 метров в высоту. После держит эту высоту некоторое время и за 50 метров от цели ракета раскачивается от 30 градусов до 60, пытаясь подровняться по цель и при этом выполняет примерно пять резких зигзагообразных таких маневров, требующих особого точного наблюдения цели. А в конце пикирует на цель, как орлан. В режиме прямой атаки или фастбол ракета летит на меньшей высоте прямо на цель, как птур фактически. Точная траектория полета, учитывающая дальность до цели, рассчитывается блоком наведения. Ну и потом, как говорится, бум. Чем мы сейчас и займемся. Итак, смотрите. У меня сегодня отличная мишень. Это бронированная машина пехоты. Это БМП-2. И сегодня она выглядит весьма неплохо. Ну, вообще-то, конечно, она подбита в бою. У нее нету гусениц, она внутри подбита и пушка у нее, как следствие, тоже отсутствует. Но под углом у БМПшечки впереди 21 мм бронирования, а сверху 6 мм. И поможет во всем этом мне знаменитый блогер и мемолог. Я не блогер, я стример. Ты не блогер, ты стример. Ну, короче, во всяком случае, это главный мемолог, который вызвался сегодня мне помочь. У меня сегодня два ПТРК пусковых транспортных контейнера с двумя ракетами. И это значит, если у нас все пойдет не по плану, как примерно у этого парня из видео, где он из РПГ-7 стреляет и... Там идет все не по плану. И челюсть, и голова, и руки, и что такое там по плану не по плану не пошло. Нам так не надо. Поэтому, если у меня что-то не получится с первой штукой, этот парень доведет все до ума. Итак, мы поставим внутрь этой машины, боевой машины пехоты 2, специальную камеру с обзором 360. Мы посмотрим, что происходит внутри, когда по тебе лупит джавелин. И, знаете, это необычное чувство, когда ты собираешься выстрелить оружием мечты. Ну, представьте, у меня 2 ракеты, у меня вот эта штука. Все это в сумме составляет порядка 600 тысяч долларов. То есть, это уже не стрельба, это уже стрельба геликами практически. Мы сейчас, получается, геликом пальнем. Потому что ничего будет непонятно. У нас из оборудования есть сегодня слоумо камера, у нас есть айфоны, у нас есть коптер, который мы подвесим сверху. И внутрь мы поставим камеру 360 Instax, которая будет снимать вокруг. Сейчас мы это все подсветим. И остаются считанные секунды до того, как мы... Ты тоже это слышишь? Да, отчетливо. Насколько она поднимается? На 160? На 160 метров, да. Летная погода, если вы понимаете, о чем я. Смотрите, план такой. Учитывая, что у нас 2 джавелины и просто бахнуть сверху два раза, было бы так себе. Ведь у нас, в конце концов, экспериментальное шоу. Экспериментальное. Как ты думаешь, в чем может быть ошибка для этого джавелина, что он начнет стрелять по вот этой бэхе? Ошибка? Да, для него. Для джавелина? Да. Ну, цена не соразмерная. Это понятно. Это большая ошибка, я согласен. Это большая ошибка, да. Все американское очень дорогое. Но суть в том, что эта бэха, она сейчас не заведена. Она уже много месяцев стоит в охлажденном виде. И, хотел сказать, месяц это блюдо, которое подают холодным. Нет, я хотел сказать, что, возможно, джавелин не сможет головкой самонаведения ее захватить, потому что она холодная. Ведь у нас была изначально задача, мы думали, а что если построить козырек вот этот вот многообразный с кучей вот этих волн, легированной сталью какой-нибудь там или решетками какими-нибудь перфорированными. Но все это на самом деле не имеет никакого значения, потому что для этого должны быть какие-то необычные бронированные листы. Но у нас их сегодня в бытовых условиях не достать, и поэтому сегодня мы пробуем две вещи. Первая. Она стоит в холодном виде, и попадет ли в нее головка самонаведения, и ударим ли мы по ней джавелином. И вторая. Это если мы попадем, то мы попробуем сбить инфракрасный вот этот вот... Вот эту инфракрасную головку самонаведения тем, что разведем костры вокруг нее. И, возможно, это спасет жизнь экипажу. Кто-нибудь напишет в комментариях обычно, смотреть седьмой минуты, потому что до этого он слишком много болтает. Да и все, хорош. У нас сейчас пальнем, у нас тут суммарно две ракеты по 17 миллионов и блок за 20. Все, пойдем в интервью. У меня есть голова от Ballistic Body Dream, и сегодня она покажет нам, на что способен джавелин. И голова, на что способны. Воу! Да, погодка летная. Насколько они летят? Метров на сто где-то. Как раз. Да. В общем, короче, эта голова нам должна примерно сегодня помочь. Как и... Давай. Все заржавели. Да. Короче, она будет внутри. Все приспособления готовы. Самое время написать первую строчку истории с джавелином на нашем канале. Ну, погнали. Вот так вот я захватываю цель. Вот тут регулируются контрасты. Здесь я убираю рамки. И я готов стрелять. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Три, три, два. Три, два. Три, три, три. Три, три, два. е-мое пошли жором да я бегу я выяснил одну вещь оказывается левый крючок спусковой нужно удерживать черт возьми я первый блогер который стрелял на ютубе смотри как ее прохерачила она горит жора она горит туши смотри отлетела часть какого хера атака произошла чего но надолго не стреляла до канал это атака вперед было да ты прямо типа выстрелил я стрелял слышишь тох это перепутал топ топ это вперед короче вот вот от ракеты кусочек это да да нужно отъехать подальше и сам кружочек 64 на 64 точнее квадратик он был очень маленький я видел вот эту только часть и он прям туда и попал прикиньте ну то есть это фактически я по обтурному выстрелил а я хотел сверху хотя там был топ видимо не хватило расстояние он сработал именно так смотри за эти аппараты открылись задние так давайте посмотрим что внутри о ярко-ярко жарко жарко смотри тут все как-то переполошилась голова а голова целая прикиньте джавелин стреляет джавелин голова целая охренеть да как это вообще не пострадал ему надо выдать короче вот такую штуку шлемофон на него надеть походу да вот сейчас вот пробью нет фишка в том что насквозь не пробита хотя хотя она должна была пробить до 800 миллиметров если бы он попал в бк бк бы наверняка сдетонировался я в серединку попал там как раз должно было быть бк а вот детонировала бы она или нет это вообще большой вопрос так у нас нет быка мы не можем знать наверняка донировал были не знаю наверняка этот отвалилась смотри фара 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 здесь открылся лючок вот эта плита видите которые отвечают за этот ее просто снесло со шпилек мари реально со шпилек снизу снесло где блядь ты на ней стоишь я пытаюсь пара мари все шпильки оторвало все шпильки оторвало блин я чё говорю жарит а вот кстати она сейчас как раз горит так но самая бесячая херня я стрелял со 120 метра где-то вот с этого пригорка и 64 на 64 маленький квадратика раздевает всего лишь маленькую его части видимо он такой типа ладно я буду лететь в эту деталь то есть бэха была не полностью в кадре видимо это стало причиной того чтобы не было атаки сверху да и он полетел прям борт так потекла соляра значит может загореться так давайте мы короче валим короче мы сейчас едем дальше где-то на пол километра ну хотя бы на метров 400 когда в захвате будет полностью вся бэха и тогда наверняка нас работает сверху это интересно друзья да загадочное непреодолимое чувство пострелять еще но ты же пальнул из джавелина это до 17 миллионов рублей но знаете честно скажу вам не впечатляющий какой-то результат я думал что здесь будет просто все оторвет на хрен в лучшем случае он пробил борт я не знаю живы ли там сзади люди были бы но воживая но голова полностью целая да она не повреждена ее даже не прикоптила кстати мы че нашел а у меня только что чуть не сгорела рука короче смотри тут видишь какие-то надписи батарей термал это видимо система не знаю называется честно скажу 22 килограмма не так уж и мало нести это на пол километра практически но мы отошли на 350 метров и сейчас попробую сделать то же самое возможно тогда ракеты точно попадет сверху так снимает смотрите как он вот эту вправо точнее влево а вот эта штука на выдернуть выдергиваем крутим банк вот так вот раз-раз-раз-раз-раз и так и нельзя трогать а если протереть а у меня есть такая маска пойдет нормально масочка потерял все хорош масочка для лица все четко все давай пусковое устройство жора кстати если хотите можете подписаться на жору то очень много мемов выйдет наверняка после этого видео в теге так точно особенно если они выстрелят я промажут флосы хоп она защелкнутся щелкнуться да есть так все отходим нет у меня левую кнопку зажми а левую кнопку зажми курок зажал левый теперь видишь чтоб написано вверху нет брат белая бэха ну топ горит тебя надпись нет братан нет да ну как нет ну нет не горит ну возьми посмотри не горит эти пожарю что такое загорелось лёх ты стрелять что будешь я пытаюсь понять вот там не горит не то наверное правы надо нажимать еще раз чем полет из нее да она взвелась короче жора иди сюда так я здесь давай быстрее подвес 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 вы стороны сейчас давай быстрее короче для помоги давай нажимай сейчас на правый один раз я не вижу ее еще раз на это нажми видел бы до пола там дни и день час нет зеленая день нет не сейчас день был да я не вижу ее бы чтобы быть непроклито где на день час да ну ладия нашел вот все приблизилась да все нажимай левую сначала теперь правую нажми а левую держать нет отпусти правый нажми один раз нажал что появилась нет левую держите вместе правой ничего лишь легких почему не происходит захват цели а он просто не функционирует там не было никаких надписей я нажал левую кнопку там ничего вообще не произошло просто не хоть вот то как ты говорил навелся откинул нажал никаких надписей ничего не появилось то что-то не подгрузилась по моему да ни хрена не работает ли мне кажется ракете одна ракета предназначалась мне другая предназначалась жори джипс дэдс наступил короче это эпик файл потому что файл рокет написано там два красных кружочка это значит что что ракета значит 2 выстрела не буду выстрел должен был быть но его не было во первых судя по всему здесь дырка дырявый тубус дырявый тубус выяснилось так ну-ка наушничком поковырять можно только не моим пожалуйста зачем лёш ну не портим и наушники дырявый ну ну ты делаешь дырявый прикинь знаете в начале программы я сказал что чтобы не было так как было с тем парнем у которого рпг-7 разорвалась как раз для этого существует умное интеллектуальное и дорогое оружие и было бы неправильно сказать что джавелины не стреляет типа пушка заряженная не стреляет и все такое и именно поэтому я так и не скажу если посмотреть вот сюда а знаете моего видимо плохо исследовали и я понял что в нем есть дырка дырка и само пусковое устройство вот этот вот командный блок нам как бы намекает он говорит не не rocket nine nine stefan это знаете что говорит что сегодня жора мог бы быть в числе этих блогеров которые испытали на себе судьбу да незавидная была бы судьба но учитывая особенно что что это за ракета да тебе просто возможно оторвало бы все части тела учитывая что я хотел снимать очень близко слома мне бы тоже что-нибудь оторвало но же знаешь нашем деле как говорится когда все пропало помощь приходят другие любители нефти и демократии короче у меня есть м-72 лан для тебя и возможно он сделает такую же дырку как и предыдущий джавелин пойдем-ка жахни дружище пойдем выстрел ну красава мать ну и чего не было удара в голову был а смысл ну прямом удар хороший в лицо я не шучу никакого удара не было ты чего вокруг тебя все дымится пошли посмотрим что случилось м-72 лав проверенное оружие которое впервые пробило танк т-72 b и какие-то вы комментарии не пробили его ты же пробили чугольник внутри это чё британ меня родила пробил пробил я но и как мои вот посмотри изнутри если будет светиться мне не светит 3 вы как не не может не пробить м-72 лазарю не светит то прикинь там такое ощущение что там законопатил да там мешает от стойка ничего там не законопатил чего ничем где нет еще такой шмон стоит ее пробило ну загляни внутрь но просто закона там так закона патила отверстия до закона патила вон тут дырища такая ты чё да есть да смотри тут разные запчасти появились новые не знаю что от чего запчасти но вот этого точно это вот этот кумулятивной это м-72 лав мы возьмем сделаем жоры вместе розыгрыш одного из ножей у него на канале у себя на канале смотрите что примечательно это конечно не показатели возможно джавелин пробил ее еще и вниз как-то потому что атака была чуть-чуть под углом так сказать мастрии атаки я под нее подлезть не могу как вы понимаете она плотно сидит на катках но суть в том что м-72 лав который в десятки раз дешевле пробил ее насквозь и это видно на вот этом вот слома и вот она дырочка полюбуйтесь смотрите этой дырочки блин кумулятивные достаточно чтобы спалить внутри все что было в том числе подорвать все бы как который там было я конечно могу еще заглянуть внутрь но меня не он пробил да смотри я я вижу дыру от джавелина джавелина серьезно там льется соляра забавно что он ее не поджог смотри вон она льется прикиньте да он прикиньте пробил ее тоже насквозь так что да друзья и джавелин и м72 лав и джавелина м72 лав отлично справляется своей задачей вот такие вот друзья у нас выводы но лично я лично я выбираю вот это потому что джавелин меня чуть не убил что ж друзья с вами был крупнокалиберный переполох а если вам нравятся наши кружочки вот такие их можно увидеть нашим телеграмм канал кстати на на ах в каналах телеграм-каналах увидимся погоди 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 то есть ты хочешь сказать дорогой подписчик что просто вот так вот не солоно хлебавший уйдешь а я отойду вон туда на ту опушку леса самый ее за что называется оттуда мы стреляли с гиацинта и здесь не километр конечно но где-то метров 600-700 почти километр потому что туманность такая что не видно не сгей захват произведен ну пробуй говорит да подальше отойдет меня и фью момент слейте знаете кто то скажет что у команданта дырявые руки но безусловно это может быть и так а может быть все очень просто 200000 что это само само пусковое устройство то есть командный целеуказатель с тепловизором и все такое и безусловно эта штука понадобится вам для разведки например так далее таскать с собой 22 килограммовые снаряды стоимостью 170 тысяч долларов каждый и вдруг обнаружи что черт белый нужно было убрать белый черный черт возьми знаете как он вышел из строя например я бы честно говоря не знаю как и предыдущий знаете там написано фэйл это epic fail не командан я вам скажу две вещи первая была пробита возможно возможно и нет ну а просто не сработала он показал что она не работает во вторых здесь очень много нюансов типа четыре минуты работает всего лишь охлаждение и если ты не успел навестись или отбежать или еще что-то пошло не так ты замешкался не успел навестись в конце концов здесь случилось что-то очень странное во всяком случае вот это вот ночное видение перестало видеть бэху то есть я наводился практически вслепую и говорит ли о том что дживелин плохое орудие в руках команданты возможно да но ведь вы скажете конечно конечно у вас вид аналогов нет и все такое знаете есть один аналог которые первого поколения и которым я собираюсь поколением этим покалечить бэху до конца васька смотри учись как надо делать берешь rpg 7 очень дешевое орудие советской армии разрезаешь вот так вот достаешь реактивную ракету все очень просто откручиваешь задний колпачок вот так берешь порох что в общем-то весит значительно меньше чем дживелин власть ты не смотришь смотри видишь власть открываешь достаешь это еще можно использовать еще для чего-нибудь если посадки вдруг приспичило открываешь порох накручиваешь на ракетку на ракету вот эту мишуру тоже тут все бантиком завязали для красоты вставляешь непосредственно в трубу и все снимаешь колпачок если хочешь хочешь можешь колпачком стрелять васька ты что-то много переел сегодня походу смотрите внутрь я положу не вас тебя я внутрь ложить не буду ты иди пока сюда внутрь я уже положил мину тм-62 две мины обычные и снаряд 152 миллиметра и даже не один их тут два и теоретически если я попаду из рпг в один из них это сымитирует подрыв бк вам ведь интересно было вы конечно же хотели увидеть как дживелин сверху с двух километров или с полу километра стреляет сверху вот такой атакой мне тоже очень интересно и я обязательно если что-то найду я обязательно вам покажу знаете youtube ведь лишил нас монетизации уже более двух лет назад и вы наверное думаете как эти парни зарабатывают деньги хоть как-то и я вам скажу даже больше благодаря нашему телеграм-каналу и нашему бусте мы кое-какие деньги зарабатываем и помогаем людям в частности в этот новый год и рождество мы раздаем подарки не только детишкам в прифронтовых зонах мы еще и раздаем подарки сотрудникам коммунальных служб и короче это очень круто видеть улыбки взрослых детей и если вы захотите стать для кого-то дед морозом в этом году или просто волшебником вы подпишитесь на наш бусте и будете нас поддерживать так как мы это делаем два года ведь мы продолжили пилить контент на ю тубе несмотря на то что мы никаких денег по сути с монетизации не получаем вот кстати нашли применение джавелина от тумус во всяком случае здесь будет стоять камера когда я буду стрелять три два посмотрим-ка посмотрим-ка я видел что некоторые части этой бмп ее спешно покинули такая спешная эвакуация но знаете когда по тебе стреляет rpg эвакуироваться поздно да это реклама советского оружия ладно вот это было попадание джавелина за 170 тысяч рублей и вот это вот попадание я думаю что rpg стоит даже меньше чем крюк крюк например стоит порядка восьмидесяти трех тысяч деревянных рублей да это пожалуй меньше чем сто семьдесят тысяч долларов но результат посмотрите-ка хороший он в два раза меньше дырка но стоит ли платить два раза больше если вы понимаете о чем вообще-то прям вот здесь как раз и я поставил несколько мин давайте посмотрим что там случилось смотрите как разворачивает металл кумулятивная струя rpg-7 советского нашего два американских представителя m72 love отличный гранатомет который впервые пробил 72 у меня тут на полигоне и дорогущие вместе с блоком почти 400 тысяч долларов американский ptrk третьего поколения не смогли справиться с этой маленькой головешкой отводе ballistic dream но rpg-7 отлично справляется с этой задачей потому что офигеть офигеть вот знаешь когда русь то вот это вот за русское то берет то за душу то rpg-7 не просто пробивает bmp2 она пробивает ее насквозь насквозь влетает вот сюда глянь сюда влетает задняя часть пробивает все мелкое оборудование которое стоит в бмп в том числе железяки которые раздуло смотри как пролетает мимо снаряда который вот в верху лежит у меня и не один пробивает оборудование которое находится внутри видите часть еще кстати не пробит офигеть как горячо о жарко жарко о жарко жарко но если вы понимаете о чем и смотрите тут у меня находилась голова а головы больше нет пожалуйста 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 вот что остается от головы когда работает rpg-7 и мало того он практически пробивает заднюю часть тут аппарель так называемую то есть пробивает первый слой и остается во втором то есть кумулятивная часть лежит где-то там внутри будем говорить о том что он пробивает пластиковые бутылки или нет это шутка два снаряда 122 миллиметра две минус 120 миллиметров и одна тм-62 8 килограмм морской смеси очень бризантненько да вы скажете я думаю что очень мы положили это все на место механика водителя и будет большой бодобум и я не знаю разворотит ее полностью оставит ее там располовит условно я не знаю что будет но это вы увидите прямо сейчас красота какая ну чё погнали а Ещё летит над головой. Вот это мне уже нравится, чёрт возьми. Вот это я понимаю. Башню оторвало. Вот это жаришко. Посмотри, башня. Кто на ютубе главный отрыватель башень? Конечно же я, и на бусте тоже самое. ТМ-62, две советские мины 120 мм и два советских снаряда 122 мм. Вот это вот красота. И посмотрите, что они делают. Вот это я понимаю, крупнокалиберный переполох. А дживелин? Дживелин из трёх сработал только один. Посмотрите-ка на место детонации. Ё-моё! Смотри. Проломало нахрен всё в землю, в мёрзшую. Оторвало катки. Вот эти вот колёса, бмпшечки. На микросхемке, можно сказать, разломало. Вот это я понимаю красота. Куски брони превращаются просто в какие-то маленькие пазлы, которые можно было бы собрать в одну бмп. Так, деталька какая-то. Музыка. 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 И самое прикольное, что это сделал не джавелин. Джавелин, конечно, сделал две дырки в консервной банке, но он ее не уничтожил. Но вот подрыв, контролируем, это, конечно, вообще красота. Так, что тут у нас? О, стаканчик мой! Мой стаканчик почти уцелел. Посмотрим поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот и я в сплошном дыму, развораченном бурей быте. С того и мучаюсь, что не пойму, почему из трех джавелинов выстрел только один. Вот такой вот этот у нас, друзья, сегодня крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, ведь дальше будет интереснее. И да, согласитесь, на американском ютубе вы такого никогда не увидите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok